Я даже ничего не буду говорить, я даже ничего не буду говорить, и огромное спасибо скажу Владимиру Ильичу Ленину за электрификацию всей страны. Он это сделал. Сегодня сейчас Россия максимально электрифицированное государство. И нам реально, Фиолетово, на всякие там проблемки с возобновляемой энергетикой, вот, и электрика, это уже потом, когда я сюда зайду, вот здесь про электрику мы будем говорить. То есть, в принципе, если бы в свое-то время украинские спецы не устроили бы Чернобыль, у нас вообще никаких проблем не возникает. Наше электричество термоядерное, оно работает и показывает, что все очень даже и хорошо. А в скором-то времени у нас уже есть маленькие термоядерные станции, в смысле, ядерные станции, они размерами, ну, примерно, как Волгов. Небольшая машина, и, в принципе, этой термоядерной станции хватает, чтобы отопили город Магнитогорск полностью, осветили и все остальное. Мы это умеем делать, слава тебе, Господи. А вы забыли, что мы запускали еще и на орбиту устройство с ядерной энергетикой? Мы все это делали, делали и будем делать. И мы знаем, как это работает, потому что не надо нам говорить о сказках, мы это делать умеем. А в скором времени будет уже и термоядерная энергетика, она уже есть. В Китае я не противник возобновляемой энергетики, а противник того, что при увеличении температуры лет на градусов на 10 у нас, то есть у нас уже сейчас ураганы пошли, а начнут с торнадо, вы сами потом увидите, это будет, естественно. Ну, так ладно. И самое забавное, что, когда мы говорим о возобновляемой энергетике, мы не надо забывать, что туда все это дело укладывается. Туда укладывается что? Вот, допустим, если мы будем про ветрогенератор говорить, то, по сути, событий без нефти, это все сложности. Как это сделать? Как это делал? Кто? Все очень-очень сложно. А тем более, допустим, большие штучки, они тоже иногда падают. Это все случается, поверьте мне. Это все случается. Давайте все-таки говорить о том, что нам дает наше знание. А наше знание нам дает то, что, по сути событий, Россия самая дешевая страна в электричестве. Ну, маленький есть нюанс. То, что работает на электричество, оно рано легко взломается. А давайте определимся, где можно все это дело купить, чтобы дешево, сердито, вкусно и недорого. Где электросила? Вокзальная 5. Стоит ли бегать, а нужно ли? Далеко не каждый первый использует телевидение. Этого нет в природе. В тамошней природе жесткость и цены. В этой природе полнейшее удовольствие, выраженное в лице покупателей. Так что вам нужно? И дорога одна. На вокзальную 5. Вот сколько мы с электросилой, сколько мы с электросилой, а лох оказался. Как здесь можно включить дополнительные электроприборы? И больше ничего и не нужно. Включаем электроприборы и получаем удовольствие, что даже ничего и не нужно дополнительных электрических приспособлений на камере-то включать. Во-во-во-во-во! И самое забавное, опять вот это самое забавное, самое забавное. Ну, что за самое забавное? Ну, это жизнь моя, что электричество, которое там стоит и которое здесь стоит, ценники, да, ну, скажем так, даже до 1000 рублей не возникают. Ну, есть небольшие, но в принципе все нормально и красиво. Это большие светильники, они все светодиодные. Чем светодиодный светильник очень сильно хорош, это экономия всего от и до. Мы уже даже забыли, ну, есть отдельные темы, лампы накаливания, для кого неизвестно, я не понимаю, правильно? Заходить, заходить не проблема, покупайте то, что вам нужно, тут даже вопросов нет. Но светодиодное электричество, это вкусно, вкусно и красиво, и мы можем спокойненько поставить его, и сложностей-то нету. Это может сделать любой, любой, любой человек. Вот, и чтобы мы пришли к выводу и поняли, что нам это очень сильно необходимо, давайте все-таки залезем в наши лампочки, которые вы можете поменять. И сумма, в принципе, самый дешевый вариант вам обойдется в 60 рублей. Просто вставляете, самый дешевый вариант. Найдите где-то дешевле, ну, я не знаю. Другой вариант, мы сюда немножко подойдем, если у нас что-то навернулось. Но, к сожалению, это дело случается, да. Или вы думаете, что медь не окисляется, или вы думаете, что алюминий не окисляется, или все остальное, все окисляется, все окисляется. Вы вроде сделали все красиво и ровно, потом небольшое окисление, где-то что-то как того человек, который вам это сделал, и у вас уже получаются проблемки. Ну, я не буду говорить, но, в принципе, об этих вещах должны знать даже женщины. Потому что даже женщины должны понимать, что, в принципе, можно сделать, но немножко по-другому. Естественно, как электрик. А вы думаете, что я фраер ушастый? Нет, господа мои, когда меня уволили с Челябинской гос. радиокомпанией, мне написали, что я электроник. А где же у меня та самая кнопочка? Я не знаю где, но есть. И вот сама ситуация, выключите, пожалуйста, все из розетки, и самый лучший вариант, выключите предохранители или те штучки, которые у вас есть, а потом уже залазьте туда, куда нужно. К слову о том, что здесь можно еще и налобные примотчики с линзами, потому что, ну, как бы вам сказать, после 50 возникают проблемки, то есть с дальнозоркой. Да, не понимаете? Ну, в общем-то, это, в принципе, хорошо, когда много света, тогда я хорошо вижу. То есть это не приведено к проблеме старения моего, может быть, это старение моего зрачка, но возникает проблема в чем? В фокусировке. Ее не хватает. Когда света много, все нормально, я фокусирую. А когда света мало, приходится выключать вот эти штучки налобные искатели. Да, 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 а у них еще есть лампочка, лампочка. Да, да, и вы спокойненько, посмотри, понимательно, аккуратненько все это сделаете. Кроме всего прочего, здесь не надо забывать, что здесь очень большое количество чего-чего. Паять вам это необходимо, а вы забыли. Ну, ладно, но для тех, у кого есть мозги, я все-таки объясняю, что есть такая возможность отдельно пропаять то, что вам нужно. Не в первый раз, но что-то получилось неправильно. Пришлось купать. А почему пришли в электросилу? Всегда сюда хожу. Всегда ходим, да? У меня возникают ценники. Насколько они здесь сложные? Или все-таки это довольно простой и качественный вариант, который вы можете использовать электричество? Вполне адекватные ценники, извиняюсь. Алло, алло. Сейчас доедем. Мы доезжаем. Тут необходимо просто доехать. Вокзальная 5. Да, ну, такой небольшой, это не небольшой, это огромный магазин, который работает. И это электросила. Это с той стороны. Здесь-то не так-то уж, ну, а там столько всего интересного. Но все это интересное не укладывается в склад, потому что здесь всегда что-то новое привозят. Новое, красивое, изумительное. Вот они, вот то, что привезли. Прямо передо мной все это дело привезли. Работают они хорошо? Очень красиво и ровно работают. Всем бы так. Просто вопрос возникает, в чем? Ценники здешние, какие они? Сейчас скажу, как у вас есть. Ну, в отношении с другим магазином ниже. Ниже, да? То есть можно 100% про это говорить? Да. В очередной раз, в очередной раз у меня что-то с головой случилось. Не торопитесь. Сейчас еще будет освещение дополнительное. О! Хо-хо-хо-хо-хо! А раз освещение дополнительное, то необходимо мне что прибрать? Экспозицию. Сейчас я приберу. Да. Это я лох. Еще раз говорю, я лох. Ну, бывает такая ситуация, потому что все же сделано для нас. Дополнительное освещение, потому что мы должны видеть, как это все дело светится. Огромное спасибо специалистам, которые этим делом здесь занимаются. Очень крутые ей не только продавцы, но и электрики. А вы не знали. Да-да-да, знаете, теперь вам надо понять и об этих вещах. Что касаемо остальных приспособ. О! Весьма интересные приспособы из того, что вам необходимо сделать. Заходите, пожалуйста. Еще раз заходите, пожалуйста. Тут несложно. Сколько народу идет. Очень хорошо, кстати. Да-да-да. Все, что нужно для перемещения, освещения, паяния. Мы не будем говорить, что это крутизна по самые пух. Ну, таких человеков-то у нас в городе ноль целых. И один многотысячный. Наверное, статысячный. Потому что он один умудряется делать то, что все рано или поздно разваливают. Это лучший мой специалист, Олег Бакиров. Он восстанавливает вам практически все из-за разряда крутой техники под названием серьезная аппаратура. Я имею в виду не серьезную аппаратуру, домашняя. Серьезная аппаратура тогда там, где киловатты измеряются не в десятках, а в сотнях. Это не для него. Но все остальное это для него. Все, что нужно. Берем, паяем, делаем, получаем. Качество. Клево. Да. Офигеть. Просто. Мне все нравится. И цены науки тоже хорошие, да? Да. То есть можно говорить, что почему другое-то место и не нужно, когда есть электросилок? Да, все верно. Ну, а там, где нет освещения, вы даже не думайте, что моя камера не может себе позволить. Она очень хорошая камера. Просто, когда есть дополнительный эффект, это все-таки вкуснее. Но эта камера позволяет вам то, что не может сделать банальная камера, которую вы можете купить. У нее очень хорошая ПЗС-матрица и она крутая, реально крутая. Даже более чем крутая, самая крутая. Слово крутая будет сегодня постоянно. Другой вариант, другой вариант. Это было раньше, и раньше мы использовали, ну, пожалуй, только вот такие вам источники питания для розеток, для переключения и всего остального. Но давайте определимся, насколько все это стоит недорого. то есть, в принципе, это все стоит настолько же недорого, что я все это дело могу поменять. Другой вариант, как я это дело буду менять, ну, в принципе, даже нет смысла, я не буду говорить, не выключайте, потому что все-таки выключайте электричество. Но свободненько, неторопливо, выключив электричество, можно даже внутреннюю часть не поменять. Но с другой стороны, иногда бывает, что внутренняя часть навернулась. Тогда легко и просто, опять же, выключив полностью электричество, меняем внутреннюю проводку. Это несложно. И вот эти все разноцветные примочки и приспособу стоят копейки, реально копейки. А скажите, пожалуйста, вы сюда зашли, какие вам цены здесь? Нормальные? Да, очень хороший магазин. Очень хороший магазин, да, можно рекомендовать. Да, я его много лет именно отсюда. Вот с опталами сравнивают с сетевыми большими магазинами. Вот на Ленина есть там за дворцом. Сюда возвращаюсь. Однозначно, да? Ассортимент хороший, качество хорошее. Ну и новинки тоже прикольные. Да, то есть все, они давно, в общем, появились и как вот со дня открытия держат уровень очень приличный. То есть, вот я о туши говорю и зашел сюда, именно и тоже с целью купить что-то по мелочам. Так что, по-хорошему говори, ни разу не зачаровался. Спасибо большое. Персонал хороший, девчата такие тоже давно работают. Все открытие. Так открытие. Еще раз огромное вам спасибо. Не только от меня, но еще и от лица этих людей, которые здесь занимаются, дают вам возможность покупать все это дело. Вот вам спасибо, что вы к уровню не теряете, не понижаете, все вокруг меняется. А вы давно и надежно работаете для людей. И вот я сейчас вот за розетками зашел в Мерцель, по-моему, называется, турецкий. такая хвосткая. Скорее всего, есть еще даже не столько бы зашел. Ну, то есть, вот все, что вот надо, бывает, такие вот изюминки. паяльник на 100 ватт, тоже мало где найдешь, паяльник на кучу разных. И цены приемлемые. Так что, подетально рассказывать можно. Целый магазин хороший. Спасибо, что он есть. Огромное спасибо. Это я не на деньжарик. Я про душу проговорю. Душа у нас главная. Мы забываем про нашу душу. Это очень плохо, кстати. Честно, все время расскажут, то есть, не навязывают. Свойства, капель тоже брал, на гухне, ремонт делал. Думаю, что-то странно, цена недорогая. Давай объяснять, почему, какая. Ну, там, жилы надо было. Определенно. Все разъяснило, почему такая цена, что ни Китай, ни эти, вот такие бывают, рыхлые, вроде, посещение нормальное. Да, 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 бывают такие штуки, да. В общем, консультировать хорошо, но как-то вот, не с корыстью. Не с корыстью, да. Честно, надеюсь, одно слово. Спасибо большое. Честно, надежно. Да пусть оно так и будет. Пусть лопаются те, кто не верит в телевидение, а электросила верит, и двойной результат. Человеки видят себя любимых, и человеки видят качество, в количестве и в цене. Об этом мы и говорим здесь, на Комсомольской 17. И мы даже разговаривать по-другому не будем, потому что еще где-либо кто-нибудь смог бы сделать абсолютно ровные, не просто ровные, а грамотные ценники. Да, электричество это не бесконечность. А вы думали, что все бесконечность? Нет, господа мои, это есть подразделение энтропии. То есть меры беспорядочности системы. Будем надеяться, что благодаря новым технологиям светодиодные лампочки прослужат вам еще и больше, и дольше, и интереснее. Но все равно, рано или поздно, они тоже крякнут. Вопрос, где это все вы будете покупать? Лампочки, провода, зажимы, релеушки. А релюшки тоже, кстати, наваливаются. Еще как. Бывает, это же жизнь такая. Так вот, самый простой и грамотный вариант, куда вам необходимо прийти, это либо на вокзальную 5, либо на комсомольскую 17. Подразделение электросила. Продолжение следует...